Популярное спортивного ориентирования растет сегодня во всем мире. Среди приверженцев этого вида спорта миллионы человек. Его преданные поклонники есть и в Беларуси. Сегодня в парках и скверах восьми городов страны на импровизированной трассе вышли сотни любителей. В атмосферу спортивного праздника окунулся и Петр Бутрим. Всемирный день спортивного ориентирования празднуют не сидя за столом, а в городских парках и лесах и обязательно с картой в руках. На дистанцию сегодня вышли в 80 странах мира. Подключились даже полярники в Антарктике. В стороне от праздника не остались и активные белорусы. Старт уже приняли в Австралии, Китае и на Дальнем Востоке. Скоро дружно побегут Соединенные Штаты, Бразилия и Канада. Несмотря на широкую географию, язык спортивного ориентирования по сути едины. Разговаривают на нем целыми семьями. Когда-то студенчество я занималась активно, ходила в походы, ориентировалась. А у детей у нас сегодня первый боевой опыт. Все мы ходим в лес, все мы ходим в походы. Дорогу в школу этот ребенок найдет даже с закрытыми глазами. Читать спортивную карту маленький Федя научился сразу после книг. Взял в руки электронные чипы, побежал искать заветные конусы. Тут все понятно даже ребенку. Мне очень нравится, потому что это очень весело. Это круче, чем сидеть дома и играть в компьютерные игры. Все вот на бегу читают карту, бегут и читают. А я вот пока не умею читать на бегу. Я как-то остановился возле КП, почитал карту и сразу же побежал. Я уверен, что я это не брошу и еще долго буду ходить. Несмотря на пасмурную погоду и дождь в Бресте, на маршрут в парке вышли порядка ста участников. Главный, как говорится, девиз ориентирования – это спортивный ориентированный спорт для всех. То есть и для маленьких, и для взрослых. Особых навыков не надо. Карта, компас, спортивная одежда. Все немножко, скажем так, чувствовать, где север-юг. Легкий отдых, пробежаться, пройтись, с друг другом пообщаться. Судя по последним чемпионатам мира в этом виде спорта, белорусов уважают все больше. Впереди еще экстремальное ночное ориентирование в Брестской крепости, а также на велосипедах. Но уже сейчас говорят, что прошлогодний рекорд. По количеству участников во всем мире побит. А значит, праздник удался. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова